Добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать вас сегодня. Хотелось бы в продолжении нашей дискуссии остановиться на таргетной терапии десеминирной меланомы. Хочу напомнить, как и рассказывал Евгений Наумович, что основной объем всех мутаций при меланоме составляет мутация BRAV в 52%. Белок BRAV является одним из звеньев пути регуляции клеточной пролиферации. И его поломка или мутация приводит к чрезмерной подаче сигнала, которая приводит к чрезмерной пролиферации выживаемости клеток. И пациенты с наличием BRAV мутации, они обладают, к сожалению, неблагоприятным прогнозом при меланоме с увеличением общей выживаемости по сравнению с пациентами с низкой общей выживаемостью. К сожалению, те пациенты, у которых встречается данная мутация, это работоспособное, активное, дееспособное население, молодое население. И в возрасте 30-39 лет встречается 80% мутации, что делает эту проблему очень актуальной. Что происходило за последнее время, до 2011 года, основным методом лечения была химиотерапия, биохимиотерапия, которая, к сожалению, приводила к достаточно низкой частоте ответа, это 6-9%. Но с 2011 года произошел революционный прорыв с появлением новых препаратов, такие как ингибиторы тирозинкиназ и модуляторы иммунного синапса. Начнем с монотерапии BRAV ингибиторы. Это первое исследование БРИМ и БРИК, в котором сравнивалась химиотерапия с монотерапией BRAV ингибиторы. Мы видим, что достаточно получены прекрасные результаты с частотой объективного ответа в 50% случаев. С медианой времени без прогрессирования более 6 месяцев и с общей выживаемостью, которая превысила год. Это популярные слайды, заимствованные австралийских исследователей, которые демонстрируют стремительный, быстрый эффект таргетной терапии. Те доктора, которые работали с этими препаратами, знакомы с таким эффектом, именуемым как синдром Лазаря. Это одно из первых исследований БРИК-3, где исследовалась монотерапия BRAV ингибиторами и химиотерапией докорбозином. В этом исследовании был разрешен кроссовер при прогрессировании на химиотерапии. И через 5 лет наблюдения, это одни из последних данных, было выявлено, что медиана общей выживаемости увеличивалась 4 раза по сравнению с химиотерапией. А 5-летняя общая выживаемость равнялась 25%. То есть, каждый четвертый пациент выживал 5 лет. А 22% группе химиотерапии, это тоже хороший показатель, но мы должны помнить, что более 60% перешли из группы химиотерапии в группу монотерапии доброфинимум. Что касается, что обусловило использование комбинированной BRAV и мекотерапии, мы знаем, что нижележащие белки, которые находятся ниже самого белка BRAV, на которого уже произошла блокада, могут вызвать мекозависимое прогрессирование, катализируя чрезмерную подачу сигналов для роста опухоли. И для этого звена также были созданы препараты, называемые меконгибиторами. В Российской Федерации в настоящее время зарегистрированы две комбинации. Это доброфинип с траметинибом фирмы Навартис и веморофинип с кобеметинибом фирмы РОЖ. Проведены три больших исследования по изучению этих препаратов, в результате которых было выявлено, что комбинированная BRAV и мекотерапия приводит достаточно более высокое достижение частичных регрессов и полных регрессов. И те 20% пациентов, у которых был отмечен полный регресс, из них около 60% пациентов сохраняли этот ответ в течение более трех лет. Что касается времени без прогрессирования, здесь наглядно показано на слайде, что комбинированная терапия однозначно эффективнее, чем монотерапия BRAV ингибиторами. Глубина ответа времени без прогрессирования экстраполируется на общую выживаемость. Также было исследование BIRAV, в котором было проведено сравнение комбинированной таргетной терапии и монотерапии BRAV ингибиторами, а также с дозировкой траметиниба. Нас интересуют сами эффекты. Мы видим, что время без прогрессирования на фоне комбинированной таргетной терапии оказалось достаточно высокой по сравнению с монотерапией, достигало 13% через 5 лет наблюдения. Общая выживаемость, это также одни из последних данных, привели к тому, что комбинированная терапия приводит к увеличению выживаемости почти у третьих пациентов, что достаточно прекрасный результат по сравнению с монотерапией Доброфенибом. Как нам уже известно, это много говорилось на конференциях, что лучше всего на терапию отвечают пациенты с благоприятным статусом, то есть те пациенты, у которых меньшее количество метастазов, нормальный уровень ЛДГ и удовлетворительное состояние, такие пациенты отвечают намного лучше, чем пациенты с неблагоприятным прогнозом. И здесь также данные пятилетнего наблюдения. Четверть пациентов, выживаемость без прогрессирования при комбинированной терапии достигает 25%, это за 5 лет, а почти половина пациентов выживает в течение 5 лет. И основным из моментов данной терапии является увеличение качества жизни, что является основным постулатом современной мировой онкологии в настоящее время. Что касается безопасности таргетной терапии, здесь более подробно будет останавливаться следующий докладчик. Ну, токсичность, она, конечно же, присутствует. В основном первой, второй степени. Случается токсичность третьей, четвертой степени. Но существуют специальные алгоритмы, следование которых позволяет легко купировать данные осложнения. И хотелось бы единственное остановиться, что все осложнения возникают в первые месяцы терапии. Это шквал осложнений. Однако последующая терапия приводит к, так сказать, в кавычках, к привыканию пациента к лечению и к снижению всей частоты осложнений. Здесь также сводная таблица токсичности. И хотелось бы сказать, что мы видим, что основная токсичность проявляется в виде гебототоксичности, сыпи, перексии, диареи. Ну, и как дальше расскажет нам подробно следующий докладчик, существует алгоритм на лечение данных осложнений. Что касается терапии метастазов головной мозг, это тоже будет тема в следующих докладах. Просто хочу остановиться, что монотерапия таргетными препаратами, именно BRAF-ингибиторами, приводит к интраклониальному ответу в 40% случаев у пациентов. А комбинированная терапия BRAF-ингибиторами приводит к объективному ответу более чем у почти 60% пациентов. Тогда как иммунотерапия приводит к ответу у пациентов где-то к 20-22% случаев. Что касается последовательности назначения, было проведено несколько исследований, изучали и последовательное назначение, и подключение одного препарата к другому, и одновременное назначение. Выяснилось, что, несомненно, одновременное назначение обоих препаратов приводит однозначно к увеличению медиана времени до прогрессирования. Однако подключение одного препарата к другому также показало некоторые результаты. Например, те пациенты, которые имели полный ответ, они сохраняли данный ответ в течение продолжения комбинированной терапии. И треть пациентов, у которых была стабилизация, все-таки две трети пациентов, они сохраняли также свой ответ в течение длительного времени. Также мы видим, что даже у тех пациентов, у которых была резистентность к терапии бракоингибиторами, отмечается некоторая тенденция увеличения общей выживаемости. И все-таки пациенты, которые прогрессировали, которым был подключен мекоингибитор, мы видим, все-таки длительность терапии была однозначно более выше. То есть смысл в этом все-таки имеется. Подключение препарата, например, если вдруг не было препарата, и на каком-то этапе он появился, то смысл подключить, он все-таки имеется небольшой. Что касается проблемы резистентности к лечению, очень много причин, это приведено в данной таблице, Евгений Наумович на этом подробно остановился. Но основная проблема – это возникновение новых клонов, которые не чувствительны к таргетной терапии. существуют некоторые подходы типа лечебного отдыха, когда пациенту не проводится терапия или проводится терапия с другим механизмом действия, например, как химиотерапия. Даже если мы не дадим пациенту лечебного отдыха, а продолжим терапию таргетными препаратами на фоне прогрессирования, это приведет к увеличению общей выживаемости в три раза. При повторном подключении пациента таргетной терапии, комбинированной после лечебного отдыха, позволяет достичь, увеличить времени беспрогрессивного пациента на пять месяцев, что достаточно большой объем времени. Что же назначить изначально? Иммунотерапию или таргетную терапию? По данным многочисленных исследований выявлено, что при назначении таргетной терапии вначале приводит к большей частоте объективных ответов. Однако при назначении иммунотерапии в начале лечения приводят к увеличению общей выживаемости. Что здесь показано на данном слайде. И один из популярных слайдов, который используется в последнее время, популярен он тем, что он достаточно наглядный, наглядно показывает, насколько эффективны и токсичны все методы лечения, которые используются в настоящее время при меланоме. Здесь мы видим, лидирующие позиции занимает комбинированная таргетная терапия по своей эффективности, но по токсичности она находится в средней позиции, но как мы дальше прослушаем, у нас существуют достаточно успешные меры борьбы с токсичностью. К тому же таргетная терапия обладает эминологическими свойствами, способностью инфильтрировать опухоль CD8 клетками, Т-клетками. Что же нового происходит в последнее время? Какие препараты появились? Это, можно сказать, как вторая линия таргетной терапии. Эти препараты не зарегистрированы у нас в стране, они используются за рубежом. Это исследование Колумбос. Нам посчастливилось участвовать в этом исследовании, где изучались браф и меконгибиторы в комбинации по сравнению с монотерапией. Препарат энкорофенип и бинеметенип. Они показали себя достаточно успешной опцией в лечении метастатической меланомы с увеличением, вот как мы видим на графике, с увеличением медиана времени без прогрессирования до 15 месяцев, то есть два раза выше, чем при использовании монотерапии веморофенибом. Также изучались дозировки препаратов, токсичность оказалась, эффективность по медиане и прогрессирование по общей объективному ответу оказалась выше в группе комбинированной терапии энкорофениба и бинеметениба. Здесь вот сводный график всех четырех групп. Мы видим, что комбинированная терапия намного выигрывает по сравнению с монотерапией как энкорофенибом, так и веморофенибом. Что касается комбинирования таргетной терапии с иммунотерапией, проводилось и проводится продолжается несколько исследований. Одно из них КИНОТ 0.22, где изучалось сравнение иммунотерапии пембролизумабом с таргетными препаратами по сравнению только с таргетной терапией. Мы видим, что при достижении частоты объективных ответов отличие не было выявлено. Однако, отмечалось увеличение времени без прогрессирования на 15%, но общая выживаемость оказалась идентичной, что и в той, и в другой группе. В настоящее время проводятся исследования с такими иммунными препаратами, как отезолизумаб, спартолизумаб. Наш центр также участвует, будем ждать этих исследований. И в итоге хотелось бы заключить, что таргетная терапия, комбинированная таргетная терапия, является терапией выбора у пациентов с бравмутацией и в те моменты, когда нам необходимо достичь быстрого и гарантированного ответа. Лучший ответ получают пациенты с благоприятным прогнозом. Необходимо использовать желательно комбинированную таргетную терапию БРАФ и МЕК-терапию. Повторное назначение данной комбинации может привести к улучшению эффективности, а также необходимо тщательно контролировать пациентов по поводу токсичности. И надеюсь, все наши силы и все наши возможности позволяют нам дать пациентам толику надежды. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Да, Горяне. Вопрос все-таки о продолжении терапии при наличии прогрессирования. Вот ваше мнение если мы видим на таргетной терапии отдельные элементы прогрессирования болезни, что говорят данные исследования, скажем, имеет смысл все-таки продолжение лечения, дает оно какой-то дополнительный еще эффект или все-таки при прогрессировании надо останавливать лечение и переключать его на другие опции. Да, как было показано на слайде, конечно же, прогрессирование прогрессированию рознь. И если прогрессирование без висцеральных кризов, с появлением немногочисленных мелких очагов, у которых не снижается качество жизни, конечно, стоит подумать о продолжении таргетной терапии. Если, конечно же, у пациента отмечается бурное прогрессирование, тогда, конечно, можно перейти на химиотерапию с дальнейшим возвратом на таргетную терапию. Такая опция тоже возможна. И такая опция продолжения терапии на прогрессирование увеличивает выживаемость три раза. Спасибо. .